приветствую всех вы на канале школы вязания с вами Катя Мушин в сегодняшнем видео мы будем вязать вот такие интересные узелки узор из узелков выполнен спицами это фоновый рисунок он хорошо смотрится на толстой нить вот так выглядит с лицевой стороны видите в шахматном порядке у нас размещенные узелки вот так на изнаночной стороне узор выполняется на четном количестве петель петли набираем классическим способом набора спицы я беру достаточно крупного размера у меня 5 5 миллиметров у нас набрано 12 петель так первый ряд с лицевой стороны крайнюю петлю снимаем дальше вяжу все петли лицевыми петлями вот каждую петлю провязываю лицевой и так до конца ряда последний тоже вяжу лицевой вот готова второй ряд с изнаночной стороны первую петлю снимаем теперь следующие две петли провязываю вместе лицевой за задней стенке вот 1 петля 2 петля и за задней стенке провязываю вместе лицевой петлей не снимая петли со спицы перевожу ниточку вперед и провязываю теперь две петли вместе изнаночной за передние стенки снять спицы вот это мы повторяем ниточка за вязанием следующие 2 петли провязать вместе лицевой за задние стенки ниточку вперед 2 петли провязать вместе изнаночной за передние стенки снять со спицы ниточку назад 2 вместе лицевой за задние стеночки ниточку вперед 2 вместе изнаночной за передние стенки снять со спицы 2 вместе лицевой за задние 2 вместе изнаночной за передние еще раз 2 вместе лицевой за задние ниточку вперед 2 вместе изнаночной за передние конце кромку вяжу всегда лицевой вот готовый второй ряд повернуть вязание третий ряд у нас с лицевой стороны крайнюю петлю снимаем все петли выполняем лицевыми петлями вот каждую петлю я провязываю лицевой до конца ряда кромку тоже лицевой вот так работу разворачиваем четвертый ряд у нас с изнаночной стороны первую петлю снимаем и вяжем одну лицевую чтобы сместить узор в шахматном порядке теперь ниточку назад 2 вместе лицевой провязать за заднюю стенку ниточку вперед 2 вместе изнаночной за переднюю стенку ниточка назад 2 вместе лицевой за заднюю стенку ниточку вперед 2 вместе изнаночной за переднюю стенку снять 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 вместе изнаночной за переднюю стенку еще раз 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 вместе изнаночной за переднюю стенку в конце еще одна лицевая и кромку лицевой вот это четвертый ряд так дальше для всего узора повторяем всего эти четыре ряда первую петлю снимаем снова все петли выполняем лицевыми и так повторяем рисунок с первого по 4 ряды вот видите крупинки наши шахматном порядке при детальном просмотре вот так получаются крупинки спасибо всем за ваше внимание и что досмотрели видео до конца а